Игнат Тихонович, молитесь. Игнат Тихонович, молитесь. Игнат Тихонович, молитесь. За молитвы святых отец наши, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Игнат Тихонович, молитесь. Игнат Тихонович, молитесь. Игнат Тихонович, молитесь. Христос воскресе из мертвых. Игнат Тихонович, молитесь. 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 Стою днесь, воскрешу тебе, распинавшись тебе вчера, со меня прослави, спаси во царстве твоем. Нанести хирург. Переканула. 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 Слава отцу и сыну и святому духу, на нетленную жизнь прихожу днесь, благостью родшегося из тебе чистая, и всем концем света блиставшего, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Бога и Божа родила и сеплотию из мертвых, яка же рече, восставши, лидевши чистая, лихуй, и сего, яка Бога, причистая, возвеличая. Четвертый покой. Предваривши, предваривши утро, я же у Марио, обретши камень от волен от гроба, слыша ху от ангела, во свете пресносущем сущего, смертами, что ищете, яко человека. Видите гробные пелены, теците и миру проповедите, яко восставь Господь умертвивый смерть, яко и сын Бога, спасающего род человеческий. Месли четвертая. На божественной страже Бога глаголевая вакуум достанет с нами и покажет святоносно ангела ясно глаголюще. Весь спасение миру, яко воскресе Христос, яко всесилен. Христос воскресе из мертвых. Мужеский оба пол, яко разверзый девственной утробу, явися Христос, яко человек же, агнец наречесе, не порочен же, яко невкусен скверны наша Пасха, и яко Бог истинен совершен наречесе. Христос воскресе из мертвых. Яко единолетный, агнец благословенный, нам венец Христос, волею на всех заклан быть. Пасха честительная, и пахи из гроба, красная правда нам воссия солнца. Христос воскресе из мертвых. Бога Отец убудовит пред сенным ковчегом, скакавши играя. Люди же Божие святые, образов с бытие зрящей, веселимся божественнее. Яко воскресе Христос, яко всесилен. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Создавая Адама твоего правца чистая, зижится от тебя. И смертное жилище разори, своей смертью днесь, и озори вся божественными блистаньми воскресенья. И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. В Него же родилась и Христа прекрасна, из мертвых посеявшая, чистая, зрящая, добрая, непорочная в женах и красная. Днесь во спасение всех с апостолами, радующиеся, того прославляй. Десять пятая. Утреннюю, мутреннюю глубоку, и вместо мира песнь принесем владыце, и Христа узрим правды солнца. Всем жизнь воссияющая. Христос воскресе из мертвых. Безмерное Твое благоутробие, адовыми узами содержащие, зрящее и светлое дяху. В Христе веселыми ногами и Пасху хвалища вечную. Христос воскресе из мертвых. Преступим все соночные, исходящие Христу из гроба, яка жениху. И спразднуем любопраздностями, чины Пасху Божию спасительную. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Просвещается божественными лучами и живоносными воскресение Сына Твоего, Бога Матя Пречистая, и радости исполняется благочестивых собраниям, ины и пресны, и во веки веков. Аминь. Не развезлись и врата девства и воплощений. Гроба не разрушил, если печати царю создания. Отону даже воскресшего тя зрящей Матери радоваться. Песня шестая. Снишел, если преисподние земли, сокрушил и севереи вечные, содержащие связанные Христе. И тридневен яко от кита иона, воскресающий от гроба. Христос, воскресе из мертвых. Сохранив целое знамение Христе, воскресающий от гроба, ключи девы невредимы в Рождестве Твоем и отверзающей нам райские двери. Христос, воскресе из мертвых. Спаси мой, живое же и не жертвенное заколение, якобог, сам себе болею привет Отцу. Совоскресил яси всеродного Адама, воскрес от гроба. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Возведися, древле держимая смертью и тленью, воплотившимся от Твоего причистого щерева и нетленной и пресносущей жизни, Богородица Дева, и ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Сниди преисподние земли, влажа сна Твоя чистая, шедая и вселивайся, и воплотивайся пачи ума, и воздвижи с собою Адама, воскрес от гроба. Амдак. Ащи во гроб смешал, если бессмертнее, но Адову разрушил, если силу и воскрес, если якоб победитель Христе Божия. Жена мироносец им вещавы, радуйтесь, и Твоим апостолам мир даруй, падшим подая воскресенье. Икос. Еже прежде солнца, солнца зашедшая иногда во гроб, предваривши ко утру ищущи, як о дне мироносец и девы, другак о друзей не вопияшу, о, другини, приедите вонями помажем тело живоносное и погребенное, плоть воскресившего падшего Адама, лежащий во гробе. Идем почтимся, як оживолхвы, и поклонимся, и при всем мира, як озары, не в пеленах, но в плащаницу, витому и плачем, и возопием. О, владыко, восстань падшим, подая воскресенье. Христос, воскресе из мертвых, воскресенье Христово видевшее, поклонимся святому Господу Иисусу. Единому безгрешному Христу Твоему поклоняемся Христе, и святое воскресенье Твое поем и славим, ибо если Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем, прийдите все верные, поклонимся святому Христову воскресеньею, всебо прийди к Христу радость всему миру, всегда благословящий Господа, поем воскресенье Его, и распять Его претерпел, смертью смерть разруши. Христос, воскресе из мертвых, воскресе Иисус от гроба, яко же в прорече, даде нам живот вечной велию милость. Песня седьмая. Отроки от печи, избавивай, быв человек стражит, яко смертен, и страсти смертное внетление облачит благолепие. Един благословен, цепь Бога препрославлен, Христос, воскресе из мертвых, жены смири богомудрые, вслед Тебе течаху, его же яко мертву со слезами и скаху, поклонившись, радующийся живому Богу, и пасху тайную Твоим Христе учеником благовестиша. Христос, воскресе из мертвых, смерти празднован, умерщвление, адово разрушение и нового жития вечного начала, и играющее поэм виновного, единого благословенного, отце Бога и препрославленного, Христос, воскресе из мертвых, якова истину священная, всепразднованная, спасительная ночь и светозарная, светоносного дня восстания, сущая провозвестница, в ней же безлетный свет и из гроба плотский всем восья, слава от Своей Сыну и Святому Духу, умертвив, Сын, Твой смерть, всенепорочное дне всем смертным пребывающим живот во веки веков дарова, един благословенный отцов Бог и препрославленный, и ныне, и пресно, и во веки веков, аминь. Всем царствуя созданием быв человек, вселися в Твою богоблагодатную утробу и распрятия претерпевый смерть в воскресе боголепном, все восставим нас, яков всесилен. Песня восьмая. Всей нареченный святый день един суббот, царь и Господь, праздников праздник и торжество есть торжеств, вонжа благословим Христа во веки, Христос воскресе из мертвых. Придите, новое наградное рождение божественного веселья, в нарочитом дне воскресенья царствия Христов приобщимся, поющий его, якобога, во веки, Христос воскресе из мертвых. Возведи окрес, очи твои, сегодня вишь, себо приидоша к тебе, якобога светлая светила, от запада и севера, и моря, и востока, щадо твоя, к тебе благословящие Христа во веки. Пресвятая Троица, Боже наш, слава тебе! Отче вседержители слова и душа, стреми соединяй моего ипостасях естество пресущественно и пребожественно. Тебя крестихомся и тебя благословляем во веки веков. Слава Цвесину и Святому Духу! Приди тобой в мир Господь Дева, Богородица, и чрево адово расторг смертное нам в воскресенье дарова. Тем же благословим Его во веки и ныне и пресной во веки вековами, всю не зложив в смерти державу, Сын твой Дева, своим воскресеньем, яка уже Бог крепкий, совознесе нас и обожи, тем же воспеваем Его во веки. Песня девятая. И ищет душа моя воскресшего тридневно от гроба Христа, жизнодавца. Святись, а святись, а Новый Иерусалиме, слава Бога Господне на тебе воссия. Ликуй ныне, веселись о Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородица, а восстание Рождества Твоего. Христос, Новая Пасха, жертва живая, а грязь Божий в земле грехи мира. Христос, воскресе из мертвых. О, Божественного, О, Любезного, О, Словещего Твоего Глаза, с нами в бой не ложно обещался, если быть и до скончания века Христе. Его же верное утверждение, надежды имущие, радуемся. Ангела Пияша, благодатная и чистая Дева, радуйся, и по Кирику радуйся, твой Сын воскресе тридневе над гробом, и мертвые воздвиговые, люди, веселитесь. Христос, воскресе из мертвых, О, Пасхавелия и Священнейший Христос, О, Мудрость и Слово Божие и Сила, подавай нам и истинно Тебе причащаться в невечернем дне царствия Твоего. В плоти уснув я, комерт, царь и Господь, тридневен воскрес, если Адама воздвиг оттли и упразднив смерть, Пасха нетление и мира спасение. Я не певец, поэтому потерпите. Да воскреснет Бог и хор сразу и расточаться в Розе Пасху. Пасху Пасху священную надмесь показайся, Пасха новосвятая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха Христос избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха верный, Пасха двери райские нам отверзающая, Пасха всех освящающая верный, ярко исчезает дым, да исчезнут. Придите от видения жены благовестницы и сионурцы и тем прими от нас радости благовещения воскресения Христова, красуйся, ликуй и радуйся Иерусалиме, царя Христа узривы из гроба, яка жениха исходяща. Так куда погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся. Мироносицы жены утро глубоку представши гробу женодавца, обрет оша ангела на камене сидяща и той ой провещав им сицы глагола шем, что ищите живого с мертвыми, что плачете не тлен а вот ли шедше проповедите учеником его. Всей день его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся, ой, Пасха красная, Пасха Господня Пасха 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 всечестная нам во сия Пасха радостью друг друга обымем о Пасха избавление скорби и Бог из гроба днес яка чертога воссиял Христос женой радости исполни глагуля проповедите апостолам слава оттой сына и святому духу и ныне и пресной во веки веков амин воскресенье день и просветимся торжеством и друг друга обымем отцем братья и ненавидящим нас простимся воскресеньем и так возопеем Христос воскресе из мертвых смертью смерть поправ и сущим в гробе живут даровал ну и далее говорится Христос воскресе из мертвых трижды воскресенье Христов увидевши трижды предваривше утро яжево Марии все показано где во гробе плотский воадежа с душой яка Бог в райже с разбойником и на престоле был Веси Христос с Отцом и Духом все исполнивши неописанное слава Цуи Сына и Святому Духу яка живоносис яка рая краснейший воистину и чертога всякого царского показася светлейшей Христе гроб твой источник нашего воскресения и ныне и присно и во веки веку аминь вышнего священное божественное вселение радуйся тобой буду дадись радость Богородица зовущим благословенно ты в женах если всенепорочная владыщица слава Сою Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков аминь Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас слава Тебе Христе Божий да позволил нам Господь встретить и Пасху Христову благодарю Тебя Господи Божий за тот день в который дал мне веру в Тебя страх пред Тобою и ожидание суда Божия благодарю Тебя Господи Божий за тот день в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны Церкви Аллилуйя и вечности воздай милости всем заботящимся обо мне молящихся о нас благослови в вечности Марию Степана Александра Михаила и Анну Господи слава Тебе благослови все священство дай им страх Твой святой и смири власти воинств Твоих наведи страх Твой на них и через них сотвори благое Церкви и умудри их исполнять добрые законы дабы дали достойно жить людям и преобразуешь сердца в духовное Владимира Михаила Зозефа Рамзана Владимира Александра Эрдогена И Армана и даруй мир Израилю России Украине Сирии Белоруссии Карабах Канаде Казахстан без смутан и жертв А смутя на Алексея укроти и все их сообщества разбей ту бездну им куда не завлекает людей обманом Слава Тебе Христе Божий наш за тихую мирную ночь что жизнь нашу продлил и разум сохранил дай нам желание трудиться обнаружить и умножить наши таланты дарованные Тобой для всего почти на добрых помощников наставников советников и доводит благословен этот день которого никогда не было во Вселенной и мы совершенно не знаем что нас ожидает в нем мы доверяемся тебе твоему промыслу о нас и вот и сказал что верующие в тебя рожденные свыше водимые духом святым исполняющие святые заповеди называются святыми избранными помоги нам оправдать Господи эти дивные названия слава 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 Христе Божий наш защити жилища наши и селения от пожара воров и чистой силы и благослови живущих там Андрея Игоря Игоря Владимирова Дайверу благослови Людмилу Владимирова Любовь Алексея Иосифа И пришли добрые жители с детьми любящими знающими уставы твоих святых ходящих послушаний сохрани школу паси помилую Татьяну Наталью Игоря Марину Никиту Щадань Виктора Сергея Севастьяна Людмилу Нину Алексину дабы у всех было истинное желание распространять благую весть о тебе Христе Божий наш любовь наша утешение наше только Дух Святой мог это открыть и объединить прославляя тебя Христе Божий наш слава тебе ты святая госпожа Богородица пресно Дева Мария Матерь Христа Бога нашего спаси нас молитвами своими Господи воздай милости твоим всем кто помогал совершить нам миссионерские путешествия по миру и посеянное нами по твоему благоволению дадас обильные добрые плоды и воздай милости твоим всем кто помогал нам совершить путешествия с какими дарами мы проехали по миру благослови государства николая павла зинаида владимира димитрия сергея наума валентину самеру самире тиму ростику до истинно крестовую веру чтобы не верил за пророком. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешим, благодарю тебе, мой добрый ангел, сколько лет ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Прошу тебя, мой добрый ангел, не покинешь смертный час, когда душа будет разрушаться от тела, и проведи душу ему по мытарствам, страшным и непонятным, и веди ее навеки, вечное, Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, претеща Христова, моли Бога о нас, Господи, научи на жителей бедности, имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным и помогать нуждающимся. Слава тебе, Христе Божий наш! Благослови Михаила, Елену, Романа, Екатерины, и жилища их устрои, как угодно им, для добрых дел. И пошли им там тех, кто пожелали бы быть с ними. Ибо первые христиане не имели храмов, а собирались ежедневно по домам. Только ты можешь это исполнить, Господи, и показать этих людей, сердца их расположить нам. Святитель Христов Николай Мерликинский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастер, но не благо о нас, для живности нашей обречащей, наше пребывание на этой едуле, печали в земле. Молите Бога на святые пророки Божии, Илья, Иерусей, Инох, Моисея, Самуила, Аарон, Ио, Авель, Но, Иосиф, Патриархи, Едрани, Емя, Моста, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изекир, Иосия, Ио, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрихи, Порок, Мехе, Эврам, Исаак, Да исполнит Господь Духом пророческим церковь Свою, Блюзи, и приход это наше вошедство, И не застанусь ни готовыми. Но что, мол, мышь, на встречу Тебе, Господи, С горящими святильниками истинной веры И с сосудами, полными елея добрых дел, Соделанных в Духе Святом и с любовью, Аллилуйя! Молите Бога на святые ангелы, архангелы, Хирургимы, Серафимы, Всенебесные силы, престолы Божии, Престонящие, святые апостолы, Тётр и Павел, Евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иван. Да, дороги Господь, нам жажда исследовать Священное Писание, ибо через них Мы думаем в жизнь вечную, А они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога на святые мученики, Игнатий, Благоносец, Политарб, Сминский, Усин, Философ, Космай, Дамиан, Андреев, Протилат и Ирон Мучин. Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Камедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, Сорок святых мучеников, Царь Николай, Святая Царская Семелька, Владимир, Иоанн, Иосиф Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, Дабы никто не принял начертания Зверя Антихриста на чело Или правой руку. Господи, благослови братья наших, Которые взятые из домов И отправлены на фронт, И возврати их в мир, и чтобы там они Заботились оправдать звания Рожденного свыше, Чтобы и там они были благовестниками И Твоими. И сохрани их, Бог, нарушить заповеди Твои, И осквернись из человеческой крови. И во Слово Божие говорит, Взявший меч от меча погибнет. Кто ведет в плен, Тот сам будет в один плен. Благослови Никиту, Александра, Максима. Посети, Господи, в томящихся возах, Тюрьмах, лагерях, Психиатрических темницах. И дай им свободу, Монаха Сергея, Владислава, Илью, Бара. Аллилуйя. Слава Тебе, Христе Божий наш. Слава Тебе. Ты слышал наши молитвы, Господи, И позволил уже и получить Толкование Нового Завета. Помоги нам издать проповеди в стихах Четырехтонных. И средства необходимые пошли. И все остальное устрои По воле Твоей, Святой, Для проставления Твоего дивного имени. Молите Бога о нас. Святые ангелы и архангелы. И святители Христовы. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоосов, Апанасий Великий, Преомселин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Пеодойский, Кармилий и Иоанн. Сергий Радонский, Сипан Пермский, Сержа Преемсаровский, Иоанн Тобольский, Антрештарский, Аншанхайский, Кирилл, Иоанн Еподи, Иннокентий, Николай, Макарий, Автайский, приворитый Все переводчики Священного Писания, Молите Бога надо укрепить и сохранить нас Господь в святой православной вере. Азамас Веретико, разрушу, разбею, ничто превратить. Иранит Средонский. Молите Бога на святые жены и девы. Щелка Первомусиница, Патина Самарина Феврония, Вера Надежды Любовна, Матерь София, Наталья Андрея, Барбара Екатерина Перепетуйя, Татьяна Ирина, Ольга Елена Нина, Мария Магдалейна, Мария Единская, Пресхила Акила, Андроника Июня, Киприяна Устинна, Да даруй Господь с женам и девам послушание, Молчание, Целомудрие, Неспредливость, Несохрани, Хочащись по поруганию и насилию, Исправь непокоривость Галины Семействия Евгений, Надежды Людмилы, Виктории Иоанна. И приеми, Господи, Нашу молитву воздьяния рук, Как жертву вечернюю благоухание, Приятное предпрессово благодати Твоей Божией, И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, Молящих для Тебя на небе и на земле. Ты сотворил этот мир, И сохраняющего, как заиздитель, Господи, Ты, Господь, знающий все прежде бытия, Услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, Ради Иголгофских страданий и пролитой крови, Сына Твоего, Единородного Иисуса Христа, За нас грешных, Прими, Господи, исполни наши молитвы о всех, Западывающих нам молиться о них, Спаси их и помилуй, посети болящих, Дай силу безропотно перенести страдания Кирилла, Сергея, Алексея, Геннадия, Надежда, Людмилы, Ольги, Александра, Нианилы. Мужчина во всем доверяется Тебе. Благодарю Тебя, Господи, за друзей, за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему благоволению все это может оказаться спасителем для нас. И о незаповедающих молимся, коснись их сердец, Отверзаем двери покаяния, Ибо за гробом нет примирения с Тобой. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, Слушат и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Христос воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Мы говорили, можно что-то... Воистину воскрес. А то вы видите, как... Воистину воскрес. Главное, от сердца, поверье. Воистину воскрес. Так, у нас не заканчивается на этом встреча, А еще и сестры считают Новый Завет, Столкование Блаженного Хофилакта. Это Хапилина Валентина Сергеевна И Симоненко Ольга Николаевна. А после них еще и Прокои считает брат Михаил Каримов. Ну и так, сестры, ваше время. Господи Иисусе Христе, отверзи уши и очи сердца моего, чтобы мне услышать Твои слова и понять их, и исполнить волю Твою. Послание Титу апостола Павла, глава 4 стих. Титу истинному Сыну по общей вере. Благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. Толкование Блаженного Хофилакта. Благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Смотри, как Он чего желает простым людям, того же желает епископу и учителю, ибо Ему самому более другое, как несущему пред тяжелые бремена. Нужна милость, как такому, которому трудно избегать повинности пред Богом во многом. Нужен мир, как поставленному в необходимость быть в столкновениях и вести. Но исправление происхождения епископства возводит на небо, и одна неисправимость низводит в ад. Пятый стих. «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». «Для того, как в домашнем быту исприставлено на служение, один делает одно, другое – другое. Точно так и они разделили между собой Вселенную по частям. И все трудились». На это именно и указывается здесь словами «оставил тебя в Крите». Потому что сам он, очевидно, отправился в другое место, чтобы трудиться там. Смотри, как он не стесняется писать ученику, чтобы тот довершил недоконченное им. «Он заботился об общей своей собственной чести». Обрати внимание также и на то, что все это он исправлял сам. Что же вело к чести или похвале, это он поручает ученику, разумея рукоположение епископов и все прочее, что имело нужду в большем устройстве. Так он называет здесь епископов и в послании к Тимофею. «По всем городам, — говорит, — он не желал, чтобы весь остров поручен был одному лицу, но чтобы каждый город имел своего пастыря. Таким образом и труд будет легче, и наблюдение тщательнее». Шестой. Детей, имея верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. «Ибо если свет говорит тьма, то тьма во сколько более. Чтобы заградить уста эритикам, осуждавшим брак, он принимает епископа женатого человека. Ибо брак настолько честен, что при нем можно восходить даже на священный престол. Но чтобы обуздать невоздержанных, он говорит, муж одной жены. Ибо кто не сосредоточен с Божьим предстоятелем в церкви. Епископ должен быть порочен, двоеженец же не беспорочен, хотя это и допускается гражданскими законами. Кто не воспитал собственных детей, как будет управлять другими? Ясно, что если бы он сначала хорошо и заботливо воспитывал своих детей, то они не вышли бы непокорными. Ибо грехи не таковы по своей природе, чтобы они могли быть сильнее такого попечения. Апостол не сказал просто нераспутных детей, но даже совсем свободных от ухаризны, в распутстве и свободных от дурного подозрения». Седьмой стих. «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, ни дерзок, ни гневлив, ни пьяница, ни бийца, ни корыстолюбец, толкование блаженного фефилакта, как он может быть беспорочен, если у него неверующие и невоспитанные дети. Бог поставил его над домом своим, Божие занимает он место, поэтому во всех отношениях должен быть точным исполнителем воли его. Гражданские начальники влацают над подчиненными силой закона, посему могут проявлять дерзость и самолюбие. Епископ же управляет добровольно подчиненными ему, и он не должен доходить до такой дерзости, чтобы поступать самовластно, самовольно и не спрашивая мнения своих подчиненных, ибо это будет насильственно, негневлив. За самолюбием необходимо следует гневливость, от которой также, само собой, следовательно, епископ должен воздерживаться, ибо как он научит других обуздывать эту страсть, если не научил этому самого себя? Не пьяница, то есть оскорбитель. Какая необходимость оскорблять? Непокорных следует приводить страх гиеной, а не оскорблять. Не бейться, ни руками, ни наносящий побоев, ни словами горькими и ожесточительными, ибо он врач. А врач скорее врачует раны, но не наносит их сам. Ни коростолюбец. То есть показывающий великое презрение к богатству. В епископе всякая стяжательность, даже и праведная, срамна. Восьмой стих. Но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан. Толкование. Не только не получать прибыль, но и все раздавать странникам. Любящий добро. Так называет апостол кроткого, умеренного и независтливого. Целомудрен. То есть чист, справедлив, нелицеприятен в отношении к людям. Благочестив. То есть благоговейный ко всему божественному, не опускающий, содержанному не только в пище, но и на язык, руки и постыдные взоры. Ибо в том и состоит истинное воздержание. Девятый стих. Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен, и наставлять здравом учении и противящихся обличать. Толкование. Вместо заботящийся, пекущийся об этом деле. Ибо данного посредством веры, а не посредством умствования. Согласно с учением, показывая, что он мог учить и без внешней мудрости. Не торжественность выражения нужна, а опытность в Писании и сила в мыслях. Ибо такое только учение будет иметь успех, как и учение самого Павла, чтобы как своих охранял и укреплял, так и врагов отражал. Ибо кто не силен, ни с врагами боролся. Не своих утешать, вразумлять и утверждать. Тот же епископ. Другие добродетели можно находить их подчиненных, как то странолюбие, здравомыслие и прочее. Но что более всего характеризует епископа, это учительство. Комментарий Игнат Тихонович. В любом деле, в любой профессии, практика и опыт при приеме на работу имеет наивознейшее значение. По этому же принципу, обращая внимание на опыт изделий проповеди, опытность в Писании и силу в мыслях, должно быть принимать на служение пастыре. А сегодня главное внимание архиерии обращает только к тому, как тот может совершать благослужения и требовать, собирать деньги и отчислять епархию. Кому не ясно, что это совершенно не имеет ничего общего с вышеуказанными словами Павла и Фефилакта. И фактически есть новый опыт по вновь созданной религии, ничего общего не имеющий с православием, которому послужили истолкователи священного Писания. Иоанн Златоуз говорит о необходимости тщательно исследовать Писание. Все мы, неродящие от чтения Писания, терпим от этого вред и оскудение. В самом деле, как мы приведем благоустройство дела по которым нужно приводить их в благоустройство. Нужно тщательное исследование, нужна, кроме того, и постоянная молитва, чтобы хоть немного прозреть в святилище Слово Божие. Будем исследовать Писание, чтобы не коснулся нас грядущий губительный для душ голод. Будем усердны к Писанию, чтобы не заблуждаться и не увлекаться с всяким ветром. Преподобный Симеон Новый Богослов. Все Божественное Писание, Ветхое и Новое ведет, естественно, больное человеческое естество к Иисусу Христу, единственному врачу душ и телес нашим. Кто остается непричастным к Его Божественной благодати, тот остается и неисцеленным. А кто причащается к Его благодати, у того душа перестает быть больной. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Спаси Христос! Слава Христу! Аллилуйя! Ну, я думаю, минуты две можно подождать, брат Михаил Каримов, я здесь не вижу его. А если не будет его две минуты, мы разойдемся. Все, пока! Открываюсь! Редактор субтитров А.Семкин Брата Михаила Владимира Александровича его не нашел. Его нету, видимо. Там что-то у него затруднения какие-то взять. Ну, если вопросов нет, до свидания. Христос Воскресе! Поистину Воскресе! Поистину Воскресе! Аллилуйя! Все, отошел! Пошел в сиатру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин